49-я школа старейшая в городе Сочи. Свои двери она открыла в 1938 году. Несмотря на почтенный возраст, образовательное учреждение выглядит достойно. Благодаря поддержке муниципалитета и шефской программе сочинских единороссов, здесь ежегодно проводят необходимые адлерской школе работы. Не остаются в стороне и родители учеников. Я сама в эту школу ходила. И заметно преобразилась очень наша школа. В нашем классе поменяли мебель, в других классах поменяли мебель, ремонт косметический проведен везде, везде висят видеокамеры. Все намного лучше стало. Мой ребенок вообще всегда обращает внимание на вид. Всегда обращает внимание. И сначала он сказал, ой, мам, я не хочу в эту школу. А сейчас он говорит, мама, тут такая хорошая школа. Здесь так красиво, как здесь хорошо. За счет городского бюджета в образовательном учреждении отремонтирована кровля, а за счет шефских – спортивный зал. На сегодняшний день завершено обновление фасада здания начальной школы. Последние штрихи – за дорожниками. Специалисты меняют асфальтовое покрытие на пришкольной территории. Здесь старое существующее покрытие, вот как вы обратили внимание, местами ямы есть, местами трещины есть, есть какие-то инородные там вкрапления бетона. Мы это все выравниваем асфальтобетоном, соответственно, делаем ровность для того, чтобы вода уходила. Ну и стараемся сделать так, чтобы это надолго, на века. Специалисты уверяют, 1 сентября здесь не останется и следов от работы 12 единиц самосвальной техники, тракторов и катков. С работой мастера управятся за сутки. Главная работа этого года – это асфальтирование школьного двора, потому что самые большие торжественные праздники – 1 сентября, последний звонок общешкольной линейки у нас проходит именно во дворе школы. И в этом году праздник первоклассников состоится как раз на новой территории, на новое покрытие, поможет создать как раз атмосферу этого праздника. В этом году 49-я школа имени Николая Кондратенко примет 123 первоклассника. В целом же за парты сочинских школ сядет более 7 тысяч новоиспеченных школьников. Ольга Десятого, Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.